МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иван Иванович, известно, что вроде бы депутат по своему округу считается. У него есть конкретный округ. Но иногда инициатива депутата выходит далеко за пределы его округа. И сейчас мы находимся на улице Балыковская. У нас за спиной киот, к которому Иван Иванович имеет совершенно непосредственное отношение. Иван Иванович, расскажите, что это за киот и что он вообще собой символизирует? Сразу скажу. Он установлен на историческом месте. Здесь в 1903 году при приезде на Саровские торжества останавливался последний российский император. И вот именно на этом месте, на границе двух губерний, Нижегородской и Тамбовской, царя встречали представители народов Поволжья. Ну, будем говорить современным языком, это депутаты. Кто помогал возвести такой объект? Депутат областного законодательного собрания Марина Семеновна Еминцева выделила средства. Помогало муниципальное предприятие ДЭП во главе с Куприком Сергеем Петровичем, нашим коллегой. И предприятие АСС. Большое спасибо лично Сергею Васильевичу Мишанину, Владимиру Николаевичу Пухову и Алексею Викторовичу Морозову. Мне бы хотелось, что подчеркнуть, депутат Городской Думы, он ведь не депутат по отдельно взятому округу. Мы не окружные депутаты, мы городские депутаты. Поэтому действительно волей-неволей многие наши дела выходят за географические границы округа. Поэтому вот тем более, что я родился в Балыкове. Каким-то образом мне нравится копать эту историю, вот так родилась как бы вот эта вещь. Я так понимаю, он еще не закончен, то есть здесь что-то будет дополняться, что-то будет делаться. Вот расскажите подробнее нашим зрителям в конечном итоге, что мы здесь можем увидеть потом. Многие горожане, наверное, видели при поездке в тот же Нижний Новгород или в другие города и веси у дорог такие придорожные геоты, которые посвящены какой-то тематике, какому-то святому. Поэтому поскольку царская семья сюда приезжала, я планирую вот здесь вот установить икону царской семьи. И небольшой аншлаг, где будет написано, что 30 июля 1903 года на этом месте российский император Николай II встречался с представителями народов Поволжья. О чем он оставил запись в своем дневнике, эта встреча ему очень понравилась. По сути дела, мы стоим на отрезке знаменитого посольского тракта, который проходил вот здесь. Ну а сейчас я предлагаю направиться на территорию моего округа, номер 15, в район улицы Юности Радищева. Ну вот мы и добрались, сейчас мы на улице Радищева. Иван Иванович, это ваш округ. У нас за спиной стадион, новый стадион между 14 и 16 школой. Вот расскажите поподробнее, как он, так сказать, как эта инициатива родилась, какая работа была проделана. О таком стадионе и школы, и дети, и жители микрорайона, ну и в том числе, я мечтали без малого 9 лет. Инициатива родилась, опять же, по просьбе жителей. У нас ведь практически все 100% дел выполняются не только мной, но и другими коллегами-депутатами по просьбам избирателей. Поэтому была просьба, и вот, кстати, мы все вместе поддержали данную инициативу, которая выросла в некую программу. Вот мы начинаем со стадиона 16 школы, потом будет стадион 7, 12, 13 и так далее. Я очень рад, что в этом году стадион был торжественно сдан, и очень надеюсь, что когда школу трясут график своих занятий, наверное, уже только в следующем году на стадион будут разрешать заходить молодежь и людей разного возраста с близлежащих домов. А сколько здесь округов в целом, то есть вот примыкают к этому стадиону? Минимум 7. То есть минимум 7, то есть это как минимум 14 тысяч жителей здесь могут заниматься? Конечно, но еще вдобавок я могу сказать, что нет конкретной заслуги вот меня как депутата этого округа в том, что стадион появился. Вот эту инициативу смело могут записать в актив абсолютно все депутаты городской думы. Все 34 депутата, они к этому причастны, они поддержали, молодцы. Вот, ну и опять-таки теперь наша задача поддерживать реконструкцию стадионов и при других школах. Ну а что касается других объектов, мы можем потом перейти, посмотреть. Я просто еще раз подчеркну, что все, что сделано в округе, сделано по просьбам жителей этого округа. Павел Иванович, что делаешь на округе? Ну, я еще раз повторю, прежде чем какие-то работы проводить, нужно узнать просьбы избирателей. И все, что здесь не делается, все так или иначе связано с их просьбами. Вот, в частности, спортивная площадка. Здесь еще с советских времен была старая заброшенная площадка. Мы привели в порядок спортивную площадку, и вы знаете, сердце радуется, когда я вижу летом и зимой, а зимой мы здесь заливаем каток, Масса детей занимаются спортом, взрослые родители довольны, дети веселятся. Ну, что еще нужно для депутата? Я считаю, что вот это как раз оценка того, что в десятку попала эта просьба, исполнение просьбы. Ну, и опять-таки, по ПМИ скажу. Там должна быть проложена дорожка, длина, наверное, метров 30. И там мы высадим 8 штук елочек. То есть, вот, озеленение продолжается, но опять-таки, скажу, львиные доли, 80% деревьев посажено при помощи солдатиков нашей дивизии, когда мы организовали эти субботники. Ну, вот, в частности, здесь вы видите уширение проезда. Опять-таки, по просьбам жителей вот этого дома, где парковать свои личные автомобили? Вот здесь. Мы расширили проезд. К сожалению, не получилось расширить еще вот в ту сторону, потому что другие жители были против. Но мы там стали озеленять вот эту территорию газон. Вот видите, вот здесь машины стоят. Здесь тоже раньше ничего не было. Но здесь была трудность. Вот между проезжей частью дороги и вот этим карманом осталась зеленая полоса. Здесь газопровод высокого давления. Поэтому зеленый островок оставили. Там, чуть подальше, также площадка для парковки автомобилей. Это проблема номер один в этих микрорайонах. Ведь ставят машины не только жители близлежащих домов, а ставят и военнослужащие, тоже дивизии. Поэтому и ту, и эту площадку мы сделали, ну, лет пять назад. По-моему, жители довольны. Это удобно. Я буду говорить не только о больших делах, типа реконструкции стадиона. Ведь мелкие дела тоже оцениваются жителями. Попросили демонтировать старые, неопасные детские городки. Мы их демонтировали, поставили новые. Не все, конечно, удается с первого раза, потому что цены, они дают о себе знать. Вот самый скромный детский городок как раз, наверное, стоит 500 тысяч. Это та сумма, которая отводится депутату для работы за целый год, правильно? Поэтому я, например, лично взял за практику ставить небольшие детские городки, но как можно больше охватить дворов. Вот здесь вот вы видите детские городки в соседнем дворе, там в дворе. То есть в шаговой доступности. Чтобы дети всегда были рядом с домом. Конечно. Иван Иванович, вы интересный рассказчик. У вас на канале 16 выходят передачи «Исторические очерки» про интересные события исторические, людей, места, о которых, в принципе, многие даже и не знают. И это очень интересная, востребованная передача. Расскажите, что ждать зрителю в новом сезоне. Приоткройте немножко завесы тайны. Ну, поскольку 9 мая будущего года исполняется 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, тем более будущий год объявлен годом памяти и славы, сам Бог велелось сделать передачи о людях, наших земляках, героях Советского Союза. Знаете, материал огромный. Конечно, мы обо всех знаменитых земляках не расскажем. Подготовлены материалы для восьми фильмов. И вот, в частности, наверное, мало кто знает, что в одном селе, расположенном недалеко от Сарова, жило два героя. Только один герой Советского Союза, а другой герой социалистического труда. А в одном из колхозов, еще ближе к Сарову, было аж три героя Советского Союза. У нас, по сути, земля героев. Иван Иванович, вы шестой созыв в городской думе Сарова. Да. До этого, я так понимаю, еще в Совете народных депутатов. В двух. В двух побывали. Значит, можно сказать, что сторожил таких советов, дум. Вот вопрос, который я, наверное, буду задавать всем героям своей передачи. Собираетесь ли вы баллотироваться дальше? Если не произойдет ничего форс-мажорного, ничего чрезвычайного, баллотироваться буду. Только, все-таки, небольшую интригу подвешу. Не скажу, в каком округе буду избираться. Дорогие телезрители, это была программа «Городской дозор. Ваш депутат». Я Петр Смирнов, это Иван Иванович Ситников, депутат по 15-му округу. Иван Иванович, спасибо, что были с нами. Спасибо вам. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова